здравствуйте коллеги здравствуйте коллеги здравствуйте юрий репетируем дикцию артикулируем артикуляцию здравствуйте коллеги артикуляция прошла хорошо мы вернулись в россию это видео мы делаем из нашего офиса солнечный талант остался далеко мы были в таиланде мы были в таиланде это не студия была точно это была студия линфильма которая показывала что якобы мы были в таиланде на самом деле в таиланде как вы видели на самом деле был только георгий но как мы знаем по комментариям от людей которые все знают георгия во первых не существует а во вторых это видео которое снимает георгий можно снять где угодно зайти в любую гостиницу не говорят мне кажется вы слишком большое значение придаете людям надо людям меньшее значение придавать дать не хочу ничего не зависит а по нему есть него есть небольшое количество людей которые что-то зависит но их очень мало так от остальных даже их собственной жизни зависит что они постоянные доказывают они все не говорят что там кто-то что-то где-то как-то там туда-сюда вот и ищем в общем основная мысль от меня ничего не зависит это они гады это не года кто-то государство люди жена муж дети партнеры налоговая дороги дорожные строители мэры губернаторы в общем все зависит от них это же общая точка времени это самая распространенная точка зрения я считаю что не надо с ней бороться хорошо не до соглашаться надо иметь дело только с теми людьми которые заявляют что все зависит от них хорошо я согласен все зависит от вас конечно и так сегодня мы будем выяснять почему все вот так вот происходит когда все зависит от леонида владимировича мы нашли как бы виновного ответственного дара персональная ответственность так будем с вас строго спрашивать как говорит новый пример когда вы говорите будем вы кого не мы народ в этом мой народ а мы русский народ немного национальный города мы русский народ прежде всего потому что более 80 процентов россии это русские значит работ ну как говорят правду и французы да там мы итальянцы мы немцы а мы русские ну конечно там не только у нас русские но все-таки как бы мы имеем право так говорить да мы сегодня хотели поговорить об одной теме я и вас не зависит так как от меня все зависит она связана тесно с людьми от которых ничего не зависит а тема это называется так клевета а как этих птиц они здесь они могут только выражать свою сублимацию говорите по-русски тоже говорите и по-русски могут свою умилотворенность другими людьми так выражается при помощи клеветы вот еще они эти люди они так говорят это уже ниже всякая вся жека всякой критики критики они говорят в интернете написано таким образом обосновывают как бы некие тезисы у них прям мозгов не хватает правда я не знаю честно ну как и мы там выделяю в интернете написано например что я гениальный да и documented написано что этом последняя сволочь это и другое они говорят в интернете написано что последние сволочь подождите там не только это написано там написано что я и гениальный написано что я не то миссию и вообще кто это написано кто это такое все почему льну говорим много чего написано они говорят в интернете написано это так вот меня всегда поражает человечка глупость как канта поражала звездное небо а почему у людей которых моральный закон внутри на люди от которых ничего в жизни не зависят выбирают из всего множества информации о человеке сильно только самые сильном это не доказано некоторые говорят что сильный другие говорят что слабый 3 горят никто не все четвертые там еще что они говорят много разных точек зрения существует ну понятно они доказывают что ну я думаю например они докажут такой то есть я могу предположить что честно денег не заработаешь поэтому все кто богаче меня всех газы и украли и обманули именно так ну например так поэтому как бы увидеть кого-то ну смотри у него какой вариант вот он смотрит как кого-то этот человек умнее меня а я глупее подумал он таких людей видели да мало мало а те которые говорят он не умнее он просто хитрый жулик там роману лохов да да вот так же большинство говорит да так говорит большинство из тех кто что-то пишет и говорит а там еще молчат они еще между собой об этом говоря но просто не пишут не пишут да и не озвучивают понятно то есть таким образом они стараются пустить человека до своего уровня и смотри или как-то вот как будто у них есть некое мирение это они без раду это знаешь как вот типа там дерево когда но там шишку бросается выращиваете роняет на землю таким образом хочет размножаться хочет ли она размножаться или она как бы не понимает что она делает это дерево размножается не осознавая сам процесс я не знаю мне кажется если люди не осознают что они делают они как эти как не помню как назывались к в школе на уроках биологии такие существа такие виду за что это протоплазма там они бы амебы да вот если амебу уткнуть иголочкой она начинает двигаться противоположную сторону а если капнуть там сладкого она начинает кладкому двигаться вот как бы здесь неприятно она уходит от неприятно идет приятному можно ли сказать что амеба это ставит некие цели в принципе да она уходит неприятного и двигается к приятному сидит какой-то хрен да этот который уже своим внешним видом раздражает бесит и явно демонстрирует и прямо говорить прямо даже говорить я умнее тебя а ты дурак ты тупой поэтому я все херово жизни сейчас я прошу прощения оператору точно я не выпал из кадра спасибо я тупой вот запомни это как он будет реагировать ну конечно же он скажет нет нет это ты тупой ну конечно я дальше буду логически там говорить ну хорошо ты умный я тупой но ты смотришь видео тупого почему я не смотрю твои видео вообще очень мало видео смотрю настолько умный что он знает что это бесполезно записывать видео поэтому не делает это она на работу ходить каждый это он там развивается но этого эта тема была озвучена вами в течение 16 лет просылка да ну я что вы видите что повторяю да ну просто тогда они должны делать нечто умное да там как говорили в армии да так что если гражданские такие умные то почему они строим не ходят да на самом это намного удобнее если что вот как бы я недавно видел картинку где значит огромная толпа народу стоит на переходе и стоит автобус это люди которые вышли из этого автобуса и вторая картинка где эти же люди вышли из машин собственных и такое уходит как бы куча машин куда-то перспективу вот машин дохрена прям реально вот вот дохрена машин да и как бы очень такие умные каждый на своей машине то ездит они едят автобусами ну прямо прямо тупые однозначно правильно конечно не да ночью я их оскорбляю задеваю понятно они отвечают мне тем же вот они меня оскорбляют задевают вот такая у нас игра как бы вот смысл происходящего даже мне не зачем мы это делаем есть мысль что мы это делаем не для широких масс они конечно смотрят эти широкие массы но есть надежда что из всех этих тысяч людей кто посмотрит ваше видео найдется один надежды как говорится юноши питают я еще и надежда меня питает она покажет 10 минут болтовни ни о чем все тупые быстро выключать идите смотрите умное видео там где много лайков просмотров вы увидев то что там много лайков и просмотров поймете что это хорошее видео это вот как бы тут силу и к логика она на тупых не действует ну типа того что как как говорит тупой он говорит ваше видео мало просмотров поэтому оно плохое да но и даже не логично не водить это же очевидно нелогично потому что если видео для умных очевидно там будет мало просмотров а чем более тупое произведение искусства это так тем там будет больше просмотров поэтому надо идти туда где много просмотров это например там самые тупые сериалы буду смотреть вам жирные клипы самые тупые клипы да как бы которые самые вот пороки так сказать как бы демонстрировать самая заносим для быдла прямо это для быдла вот чем больше тираж тем больше для быдла согласны я безупречно поэтому когда вы говорите что у меня мало просмотров вы меня хвалите да они меня упрекают раньше у меня было много я был намного глупее поэтому я это шелк аудитории пытался с аудитории говорить на ее уровне а сейчас как леонид уже знает мы планируем делать серию видео ну где-то для пяти человек совершенно верно да что это эти эти видео поймут только пять человек а это как бы некая предварительная болтовня бла-бла-бла перед этим вот мы что-то хотели сказать перед этим о чем мы хотели сказать зачем я читаю снимаю ну несколько спасибо вы знаете хоть цели этого видео во-первых чтоб люди увидели что мы переехали с павильона ленфильма мы снова другие по и другие павильоны а зачем вам это я не знаю я знаю зачем они измеряют крутизну человека по количеству перемещений некоторые даже 100 стран по миссии посетили не живут это это круто а ты не круто то больше стран объехал кто-то умнее я поэтому параметры очень сильно а я вот недавно прочитал про известного создателя сети магнит галицкого они стоят вот знаете более в душе смотрю вот поменялся хозяину магнита чего не начали со сменой голова логотипа они начали как-то то менять логотип вот этот как ужасно сидят все что они же в большинстве случаев способны они могут менять логотип вот это главное да вот видимо я знаю что когда человек какой-то бизнес меня это он начинает дизайн сайта там всегда менять цвета не те вот но это я отвлекся так вот по сути я прочитал не знаю правда нет в интернете пишут интернете много чем уже пишут до что галицкий говорит о том что он собирается отдать свои деньги на благотворительность вот это ужасная участь всех богатых людей это ужасно чем и начало сначала он у каждого даже у бедного нужно бедных для сеть магнит для не богатых не богатых да ну как дискаунты там сегодня как бы по копеечке забирал деньги вот прямо большом масштабе очень большое количество людей по чуть-чуть по чуть чуть-чуть а теперь он будет их раздавать вы можете объяснить смысл этой двадцатилетии деятельности начала по чуть-чуть вот набирать а потом их раздавать и там пишет ой какой молодец вот он как бы вот деньги людям отдает благотворительность видимо они надеются что им достанется я думаю вот то есть ничего не хочу стать про галицкого плохо ну предлагаю передайте им пожалуйста задумайтесь пожалуйста товарищ гамильский эти пожалуйста пусть посмотрит пожалуйста задумайтесь зачем вы это делали 20 лет вот это все по чуть-чуть там эти денежки зарабатывали чтобы потом их раздать чего вот что это изменило в этом мире что все решает деньги да у кого много денег кого мало денег даже не так вся современная экономия значит вся современная экономика и полиция экономика или какая-то наука и обо экономике она все врут все врут конечно прям полностью она лживая почему вы так смело это утверждает очевидно потому что там считают или считают деньги а что нужно считать но если хочешь заработать деньги то ты считаешь деньги и как бы оцениваешь успешность по количеству денег так ну например государство да будет оценивать успешность себя по количеству денег ну а как может государство чтобы было много для отнять у людей здесь и больше отнял значит и богатый государство да вот то есть а а на самом деле на самом деле как только предоставь представляет из себя производство чего-то материального здание офис магазин там завод автомобили квартиры линии электропередач электростанции так далее надо учиться считать вот это они деньги деньги вообще непонятно что как бы ну вот в таком-то регионе стало больше денег что это значит не знаю там стало больше чего-то материально чуть построили сделали в таком-то регионе не хватает денег то есть вот производство должно быть чего-то я натуральные показатели надо начинать надрать спасибо да натуральные показатели вот это будет правильная экономика как только экономика превращается в деньги но что какие самые предприятия богатые это банки что люди производят они продают деньги знаете вот можно товар купить яблоко купил дешевле продал дороже в этом процессе хотя бы человек получает яблоко она как-то перемещается из сада там потребителю возможно а деньги как купил дешево деньги продал деньги дороже что произвели деньги произвели чем смысл ведь самые богатые ничего не производят ничего только деньги тоже не производят деньги центробанк про магнит про бывшего владельца я уже забыл его фамилию галицкий галицкий да спасибо вы напомнили про вторую цель нашего видео напомнить о конкурсе а каким образом я про это вспомнил много людей пишут вот вы такие сики и туда-сюда продали бы недвижимость и потратили бы деньги на благотворительность раздали больным детям детям больным раком и так далее подождите сейчас я закончу мысль свою неправильно коллеги неправильную мысль а могу право до юлевич не продолжается коллеги пожалуйста выигрывайте в эту недвижимость становитесь и владельца продавайте ее и жертвуйте куда хотите в чем проблема мы просто вот вам отдаем голову это же выиграть уже работать надо еще не получится а вот казачьего должен делать человек у которого больше денег любимое занятие вот все у тебя много денег вот я гергорийскому говорю правильно там живешь то есть они в принципе правильно все нам говорят а они принципе правильно нам говорят нет есть разница какая здесь мотивы так то есть если человек ну как выдает совет или критикует то он чего хочет он хочет тебе сказать ты козел уязвить тебя там обидеть и скорбить унизить опустить или он хочет тебе помочь и тебя развить до себя ну конечно не скажут конечно я хочу помочь до себя пусть он скажет вот я такой-то такой-то я занимаюсь тем-то тем-то добился ли не того-то сделал у себя вот вот кто-то вот и соответственно вам рекомендую вот так же вот над собой работать да да он же не предлагает а я себе ничего не говорить ведь дараща скрывается покрывает анонимные ноги тогда только критикует ведь я плохой говорит он но мы уже как известные психоаналитики как бы каждый у нас и наши зрители все психоаналитики они понимают что они это делают для того чтобы как вот как-то компенсирует свой комплекс неполноценности вот а мы снимаем это видео чтобы консерв свой комплекс неполноценности но мы лучше почему юрий потому что мы создатели мы творцы художника каждый может обидеть сказать что ты говно снял вот а вот пусть они снимут и мы не будем смотреть то что они снимут и таким образом обидимых они будут писать вот я снял видео посмотрите я спрошу почему я должен смотреть это видео объясните мне скажите кратко кратко сестра таланта вот ты там 5 10 такой сикой вот я так и знал вот ну так вот как ты как бывший же просто какие-то да уже 20 что ли это видео для умных вот так вот мы постепенно приближаемся то есть собираемся снимать видео для умных и которых число людей которые способ смогут нас понять это ну там пять человек в стране наверное вот те остальные вряд ли о чем будет это видео это видео будет вот ли они знают на это или следующее ну вот следующие до серии видео следующее я пока о чем вот это видео 5 человек умных поймут а остальные не поймут поэтому какой смысл объяснять логично вот это видео будет а стратегии и это что такое стратегия до жуткие совершенно вот просто впечатления дают могут по переписывались вот все присутствующие депутатами зрители дают директорами на тему стратегии ну я конечно там подозревал сам я думал что они там там щитом конь не валялся вот они говорят примерно следующее надо выполнять наказы избирателей ну вроде бы ничего такого ну хорошо а у вас там много знака за в 1000 наказов какие первую очередь надо все выполнять все выполнять на первую очередь какие а вот вы как-то анализировали с точки зрения что вот большинство проблем проистекает по такой причине давайте идти там в корень проблем этом нас есть слишком это пять человек поймут так и до 5 переда вот что вот корень проблемы до найти как бы сразу решить там большое количество проблем вот ну например они говорят вот там то все пятое десятые а может проблем в том что у нас народ ленивые работ не хочет может он все время хочет чтобы кто-то ему что-то сделал даже все больше и больше людей которые говорят пусть государство там сделает это государство должно построить дороги дома квартиры и значит дать сам мыть и как это понятно там сети дотации там всякие там рамка школу мужчина ладе что пишут данных мужчина глава семьи пишет и государство должно обеспечивать мою семью вот вы как бы кто тогда выделал это это сложная мысль это словом они как вот это все хотят года но сами они сами они хотят как бы вот например сидеть в офисе а дорога ремонтом дорога не заниматься а них я просто у компьютеров сидеть у капитала доезжал сидеть вот в офисе вот мы сидим все полностью не занимаемся ремонтом дорог дорог вот но мы их и не обвиняем этих людей к не потому что мы понимаем вот иди сюда вот под дождь под снег и вот а вот занимайся этим тем более что они там про европу говорят но европе это климат ха-ха-ха там зимха холодных нету вот конечно у нас тут вы знаете что вода попала замерзла все и сломала сразу дырочка попала она сломала сразу дорожное покрытие ждем комментариев по норвегию швеции фильме там тоже там гальстрим они в географии не учили в школе там же очень тепло то на самом деле вот это если ты знаешь мурманской области вообще я не замерзает море я знаю размеры норвегии швеции феннандии россии это тоже ну ладно ну ладно хорошо не хочешь ты ты горишь я умный я дорожным рабочим не буду колоссальный дефицит прорабов которые руководят бригадами отвечают персонально отвечают за результат работы пожалуйста я не буду хорошо руководитель строительной фирмы вот это даст бы стараться кучу денег и ты построить что-нибудь высоса не может освоить кучу денег это точно прожим триллиона не астрированы не могут освоить нет людей которые бы взяли деньги на эти деньги сделали бы работы да вот а эти люди говорят а вот государство там должно а ты кто я думаю что надо вспомнить президента кеннеди это может быть не палить корректно которую потом убили возможно за это казалось сказал что не спрашивают что америка должна сделать для тебя скажи что ты сделал что ты должен сделать для америке не спрашивай что россия должна сделать для тебя или что ты сделал для россии мы говорим это язву для пяти для пяти человек просит а эти остальные это как бы у них будет дискомфорт они будут чувствовать себя униженными оскорбленными это такая книга есть они будут чувствуете нежными оскорбленными потому что мы каким-то образом за и за счет самоутверждаемся я могу сказать да они так и пишут они говорят у вас такие видео вы такие там самодовольны и вот как бы красуетесь на этих видео я вас дураков не прав был бы жили бы бедно собаки и не было никакого бы вот куча вот этих вот подражателей жалких которые кстати сказать в отличие от меня который хотел людей именно научить они хотят просто заработать и считают все чиражами вот сколько человек заплатила денег вот кто больше собрал денег тот и победитель тот самый крутой учитель у кого больше всего значит этих покупателей упаковщики они если непонятно ну как вот в общем ну ладно неважно у семья из этой фигни занимался был не прав а вы во всем всегда права значит наша задача заключается в том чтобы перестать обращать внимание на вот этих вот придурков на этих вот значит людей с ограниченные умственными способностями вот знаете наши виде отличается какой-то нелюбовью к людям а это не любовь это касаться факта других посмотришь умных людей а нет вы вот молодцы всего да вы сможете да не сможете вы ни хрена не сможете потому что чтобы смочь надо понять какой ты дурак вот надо понять какую херню ты с утра до вечера десятилетиями занимаешься и ты не можешь даже обнаружить свои деятельности неких ошибок вот представьте себе вот у нас здесь присутствует среди зрителей шахматист кандидат мастера спорта по шахматам пусть я тебе шахматисты которые играют 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 проигрывать все время когда у тебя были ошибки не было не было ни зашалники я всегда правильных все ходы правильные про такого можно сказать что глупый шахматист раз мы поговорим кто если шахматист десятилетиями играет и проигрывает всегда да ну горючок сидел правильно как но человек в жизни не получает то что хочет не добивается того чего хочет но говорит что он все правильно делать начал должен как я идиот уберите пример с меня давайте вот повторяйте я идиот я идиот я во-первых второе в чем ты идиот я да ты я на камеру не буду не будет на камеру то будете выше круче вот в чем я могу сказать о чем-то идет не на камеру могу сказать вам голодная вот вот эти придурки там что-то там пишут так и ты на них внимание обращаешь вас прекратить и делать прекратить на них обращать внимание придурков надо игнорировать это наилучший способ реакции на них наилучший самый потому что они но это известно про детей да как бы известная такая вещь педагогические что если ребенок не получает внимание он да вот положительного положительного внимания чем не говорит вот ты молодец ты сделал то сделать он сделал то он начинает по мелкому хулиганить но все равно чтобы обратить на себя внимание он начинает гадости делать мелкие там ну чтоб привлечь внимание чтобы поругали отрицательное внимание лучше чем от игнорирования уж лучше чтобы ругали чем вообще игнорировали вот поэтому когда ты их ругаешь горишь придурки ты все-таки даешь им внимание какой же я делать да именно говорили вас не существует вас нету для нас можете говорить все что угодно вас не существует мы разговариваем для пяти умных людей в россии вообще на этой планете мы будем вот делать следующие видео будем а стратегия то что нужно сделать стране вот и очень небольшое количество людей способны это понять для них мы это будем делать это люди от которых действительно что-то зависит возможно кто-то из вас скажет от меня зависит прекрасно давайте пообщаемся что от вас зависит и что мы можем делать стране если вы такое что от вас зависит что-то в стране а если от вас ничего в стране не зависит зачем нам с вами разговаривать о том какие оскорбления мой адрес вы можете сказать если у меня такая потребность выслушать их оскорбление и критику нет а допустим да молодец хорошо там снял видео крут красавчик там вот вот те лайки там мне это надо уверен я же не ребенок да вот все таки я не могу же управляться вот этими вот лайками ну хотя хотя бы хотя бы деньгами а дизлайками хотя да похер хотя бы деньгами так пусть деньги шлют вот если они будут шла деньги за что-то ну возможно я одну нормальные деньги да я скажу ну в принципе это аргумент мы можем вот что-то для вас сделать если вы шлете деньги да вот а вот если на лайки так как работать за лайки ты согласен работать за лайки сколько там это все 33 нормально 30 минут а так идиоты глупые люди значит вырубаете идите смотреть другие значит видео которого из которых вы получите много полезного добьетесь результат а это же очевидно вы уже много таких видео посмотрели они вам очень помогли очень вы получили уже кучу результатов и уже самодовольно смотрите на нас и смотрите гореть его мы достигли большего говорите вы подходят тоже не понятно чем вам тогда на земле любой человек который нас смотрит он уже в чем-то не прав не считая стратегов юлия какая разница что там они считают есть не бороться и вот видите я тоже туплю я тупой да вот я вот все таки реагирую вот вот и вот ты вот смотришь на меня смотришь на меня вот ну давай очень критическое такой думаешь давай даже а мне пуфер или да но есть некая какая-то непонятная непонятно деньги не важны и тут же вы говорите шлите много денег когда это я говорил деньги не важно деньги важно ну когда в кафе приходишь точно неважно вот или допустим билет на самолет надо купить они там нужны вот ну как бы нет проблемы с деньгами умных людей не стоит противоречия нет нет да нет то нет я я говорю о чем я говорю о том что если люди пытаются как-то на меня повлиять путем там комментариев лайков вот еще там оскорбление там это глупо было бы степенно это реагирует я являю подгода еда я и подсказываю способ как на меня влиять слать деньги принципе этот способ который мы мы будем уважать будем а вот а вот это вот лайки вот эти не мы не будем я попрошу коллегу чтобы не забыть к этому видео в описании поставить ссылку на финансовую благодарность да пожалуйста да там будет финансовый благодарность где-то 10 тысяч наверно чтоб как бы не загружать бухгалтерию как говорится но представьте я будет не леонид и религи сегодня поступила два с половиной рубля 3 рубля 7 рублей 11 рублей 25 ура ли они пойдем кофе выпил полите нам мозга 10 тысяч поступила там хотя это как бы тоже мало если честно на лучшего пусть польза будет для них же это сделать предзаказ книжки до который я вас уже дописываю значит но вы не знаете немножко от дураком не надо сказать о кухне писателя я пишу книжку есть там кухне писателя я учусь уже книжку дописывая и я не скажу о чем о том что я мог бы им сказать про братов про то что писатель львов пишет книжку прогулялись мысли до про кухню писателя не надо не буду но кстати вот какая еще мысль не озвучена в наших видео коллеги для тех кто оплатил предзаказ книги юрия леонидовича новый это не стратегия есть отдельный чат где все эти люди собраны по желанию конечно кто не хочет него не входят и там дается дополнительная информация как о недвижимости так и о книге вы можете там спросить все что хотите ну а для тех кто просто бесплатно смотрит за жизни юрий леонидович за тем что он делает да и есть то что я бы большое спасибо что вы нас смотрите ставите лайки подписывайтесь на наш канал эти до ссылки там расскажите другим надо сообщать быть смотрите какие они идиоты они говорят что нужно что их интересует только пять человек до предлагают приглашать других желающих смотреть это видео да вот такие идиоты да мы то идиоты это понятно это умные вот что-то я запутался они разберутся они же умные а мы просто можем продолжить дальше но вот вы поймите действительно это есть такая большая проблема и мы ее сейчас вот как бы так психоанализом занимаемся собственно взять том что так или иначе мы ведемся на некую массу на количество от количество людей которые смотрят и эти люди там они что там как-то реагируют они как-то там и как год а по моему опыту я знаю но я резко на что-нибудь реагирую на какие-то там видео там еще что-то умные общем редко реагируют там пишут всякие не очень умные вот то есть надо вот для них как-то от них освободиться перестать еще вот как бы их хоть как-то учитывать в принципе видео это удобно и ну там youtube то там надо еще где-то разместить вот долгого средства просто хранение видео доступа там пять человек картина или пять тысяч человек чтобы увидели это видео ты просто удобно но количество вообще не имеет значения потому что еще раз повторю эту мысль что важны только те нас интересуют только те люди которые говорят от нас зависит что есть в этой стране и что будет от нас зависит что будет в этой стране такие люди нас интересуют такими мы готовы иметь дело могу рассказать маленькую историю про известного владимира мегре который написал серию книжек да расскажи я с ним как бы пытался как-то установить контакт мне достаточно долго не удавалось и потом на конференции ездил и потом мне пришлось поехать в турцию аж в анталию где там а узкий круг чтоб конце концов с ним живем поговорить когда с ним живем наконец встретился вот я ему начал рассказать что зачем вы вот как бы начинаете пропагандировать это не нищебродство бедность там было в его книжках прям что там молодой парень крепкий здоровый молодой парень пришел там поселение в деревне и с помощью топора заработал себе на жизнь невероятно как он смог очень ну видимо мегра никогда не было деревне как бы он не представляете что если человек может вообще работать то он не может там не заработать это просто невозможно не заработать денег а он это восхищается что он не умер с голоду вот это типа вот события произошло такое важно я ему начал это говорить и значит что зачем он пропагандирует эту бедность бедность ничего хорошего в этом нет как они там бедные там сражаются с нищетой но как-то они там выживают там на природе какие они молодцы массы ума не хватает вот они там еле выживают вот и что мне на это ответил микро игры мне нас и ответил ключи от меня ничего не зависит так я просто писатель после чего я встал и сказал ну раз от вас ничего не зависит мне не зачем с вами разговаривать и ушел больше как бы потерял всяческий интерес к тому что он да и тут там там была история то есть я сначала там первая книжка 2 там были разумные вещи там каждая последующая книжка была хуже предыдущих все хуже 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 когда я уже лично с ним наконец встретился я понял ну-ка если человек заявляет что от него ничего не зависит без логика понимаете да логика логика то не надо с ним никаких дел иметь вот и те все кто заявляют что от них ничего в этой стране не зависит они только жертвы как я писал свои первые книжки пособие для слабого отдых которая вышла под названием пособие для гения все основы новые здания бизнес пособие для гения что человек который считайся щепкой бурном потоке мировой экономики еще щепкой то разговаривать надо иметь дело с людьми которые как бы эти там вот найти плотины если они там перекрывают плотины там открывают поток идет не идет они как-то влияют более того они влияют и на количество воды да то есть немногие наверно знают что в сталин после войны вот это ужасная разрешительной войны там была программа удвинута леса посадок сейчас знаю что осталось дофига еще леса посадок вот которые разделяли прям вот на самой на квадраты практически все территорию россии и как там я не помню источные расчеты но каждое дерево на что-то там за зиму за счет и изморозить так далее там сколько там четыре сотни килограмм значит с воды собирается которая потом тает вот и успели достаточно много сделать курсов потом все это прекратил вот и уже то что он успел сделать сталин пристали не успел или сделать это уже улучшило намного ситуацию вот стране меньше стала суховеев меньше засухи потом на нарыли огромное количество прудов где рыбу запустили то есть еще много чего сделали опять таки многие не знают это пример того что скажем ничего не зависит да или как будет действовать стратегически допустим вот там что-то с экологией от нас это не зависит если это делать масштабах страны то есть например вы знаете я не знаю как час цифры советское время значит перевозка по каналам на баржами материалов разных стоило четыре раза дешевле чем железнодорожные перевозки как настроили колоссальную сеть каналов до сих пор она существует колоссальную построили все эти вот шлюзы да там вот и которые соединяются по которым баржи ходили то есть сделали это все представляете это вот то время ведь сделали испорчивать им пользуется а что сейчас вот нету денег дат техники не хватает чтобы посадить все эти плеса посадки или идет там канал или что то есть это и то же самое там экология да надо посадить эти посадки да раз это уже оправданность уже сработало просто можно делать вот это был чем людей занять да там роботы будут работать а сажать деревьев пусть сажать это будет для всех хорошо вот и и так далее мысль сейчас пришла да опять таки конечно на отголоски массовости многое количество людей до сих пор считать что приверженец мигры а другие говорят а вы же раньше пропагандировали за идею сейчас вот как говорите значит отвечаю обратитесь в первые источники мои архивы рассылок написал и там всегда что я проверяю такую гипотезу и там было очень много правильных идей по забрать каждой следующей книге все было меньше меньше и меньше а как сейчас я уже просто уверен пока у меня доказать нет но я уверен что все эти идеи значит мегрес пионерил георгий алексеевича сидорова он берет сей жил в томске в томской области мегре в новосибирске вот они наверняка встречались ему сидоров все это рассказывал потому что тогда и говорил я этот и в рассылках писал и говорил что вот видны сильные идеи и причем я на конференциях слушал как мегре рассказывал он не автор прямо видно он не автор нет у него ну такую фигню рассказывали не знаю я могу привести пример когда он минут 15 вот в этой в анталии когда я был 15 рассказал что если вот взять там кедровое масло вот и вот сюда вот немножко на руку и немножко водички и вот так вот помешать и потом вот так вот помазать то после бритья вот это по самый лучший крем ничего не шелушится я рассказали минут 15 я сижу думаю вот нас тут собралось приехала куча народу чем-то сгрузишь а ему нечего сказать он почему так тяжело долго пишет книги мне нет мысли у нем все старые мысли которые у сидоров с пионерил как бы она ухта нет сидоров новых не дает вот а вот мысли то есть как бы если человек есть мысли он их может скачать например вот мысль такая что масштабах страны почему вы нужны люди которые говорят мы способны действовать масштабах страны масштабах страны только в масштабах страны можно решить проблем мусора невозможно решить проблему мусора масштабах региона области там района города города невозможно а как ее надо решить надо источник корень проблемы корень проблемы заключается том что изменилось за последние там 30-40 лет начали провозят производить много не разлагаемой не bio разлагаемой упаковки не было этого советского времени было это прекрасно помню туда с этими с савоськой бутылка не ходили мусорились под молока вот сдавали и брали там молоко до или или брали с этим я ходил сам мы был ребенком я ходил с бидончиком до гидочеком за молоко в значит масло сливочное в бумагу просто заворачивали от отвешивали да все значит бутылки сдавались они причем довольно дорого в то что время стоили так бутылка помощь стоило 12 копеек например пиво 4 20 копеек то есть большая часть стоимости пиво это была бутылка поэтому бутылки сдавались они много раз обращались вот был все-таки стекло да как бы это не не вот него и пластмасса да не плащик вот то есть а войске вот эти над которыми смеялись данным сетка такая как бы вот который там карман поварились новые чего то есть было вот это возврата возврата автора до которой сейчас детства привез поддоны например у да они вот возврат на вот то есть была возвратная дара и не было этого мусора ну было намного меньше и он был нормально что бумага упаковочной чуть не случится да если она там попадет природа на перегни и все она из дерева делается вот то есть просто надо значит прекратить производство вот это вот неразлагаемого упаковки все это понятно что это можно только масштаба гаста страны сделать я не говорю что примут завтрашнего дня нету там поэтапно в течение пяти лет там сначала вот это вот это вот это вот это и все и проблема мусора просто исчезнет мусор который будет производиться он будет производиться я вот придумал на принципе простую идею еще как сейчас модно благотворительности там помогать ну например упаковку да вот если например там продавать упаковку это для хлеба там еще для чего-то ну бумажную а у него можно запечатать прямо производственным способом семена чего-то эти берешь эту упаковку в яму раз и там прорастет что-нибудь ты просто покупаешь тебе какие надо семена чего здесь не мелкие совершенно интересно да еще и ты получается каждый раз когда ты купил упаковку и тут же ее посадил ты был молодец ты молодец да и ты значит что-то что-то сажаешь вот это понимаете но это в масштабах страны надеюсь как что делось советское время до советское время все делалось масштабов стран потому что вот эту допустим всю эту серию там этих значит каналов до которые четыре раза дешевле четыре раза дешевле транспортировка грузов по каналам чем железнодорожный транспорт автомобильные еще дороже дороже что хотя это то есть это что значит это вы устали до ничего ничего пусть слушать это это мы становимся богаче и мы и стараемся вся страна становится богаче мы делаем все эффективно да я долго могу рассказывать так я вас нет кланя тороплю мета класс удобнее слушать и удобнее вообще вот раз у меня никуда не торопить это я могу чаю еще вот а значит могу могу рассказать еще раз этот ноу-хау я как-то про него рассказал ведь у меня тут пакетик вот это видео уже недоступно то видео недоступно за меня пакетик значит это дома сделан чай специально для меня такие пакетики они продаются пустые туда можно сделать чай и там специальный состав чая в любом месте пью им вот тот чайка тот чай который вот мне же причем ну мелочь конечно но умные люди поймут остальные цех если то есть например утром надо пить бодрящий напиток и это не кофе потому что кофе как известно повышает кортизол гормон стресса еще снижает тестостерон до снижает тестостерон а бодрящий набор трав а вечером успокаиваюсь всего лишь всего лишь два чая один утром другой вечером разные а если ты утром и вечером пьешь кофе что ты всегда в стрессе а потом они говорят вот ним нужны эти самые аппараты которые людей засовывают там там м мрт до мастера томографы да вот томографы там медицину развивать ребята если вы также такое жрете и пьете кофе и все время в стрессе находитесь и вам медицина не поможет мать и не поможет медицина то есть для того чтобы повысить продолжительность жизни людей что нужно вы как человек немного имевшиеся время по отношению до отвечаю профилактика конечно же здорово образ жизни и что вы слышите где-нибудь чтобы кто-то говорил про здорово про жизни я про здорово что не получите главное финансирование происходит на мини собственно говоря на лечении что главное главное профилактика и поэтому мы будем главную на главном сосредоточены финансировать профилактику такого конечно вот так это же очевидно ряд о том что надо закупать новое оборудование электронные очереди и это запись надо причиной причины устранять до причины почему человек заболевает неправильный образ жизни неправильный образ движения неправильное питание в стрессе находится вот то есть это убери сразу заболевание резко упадет количество заболеваний когда и к резко упадет количество больных детей которые рождаются больные почему понятно почему много причин давайте с причинами бороться сколько можно бороться с последствиями это глупо да но я понимаю как мы уже понимаем это все пять человек нас поймет это все решается в масштабах масштабах страны до масштабах страны да и поэтому ну сейчас вы можете над нами смеяться сколько угодно как говорится хорошо смеется тот и два варианта эти пословицы то смеется последним а и другой вариант мне еще больше нравится прекрасно 50 минут еще больше хорошо смеется толсты смеется без последствий без последствий да ну потому что а но потому что вы понимаете представьте себе представь себе от меня что-то начнет при сам себе невозможно от меня что за насчет сильно зависеть в этой стране я дам поручения своим секретарям а ну-ка посмотрите кто-то про меня плохо что говорил этих людей не они мы не будем репрессионит но они однозначно уже никуда как будет продвижение наверх не получат они как бы в черный список попадут а как вы хотели мы всех тестируем усик проверяем юрий хотелось сказать что наоборот мы этих людей поставим они же умны на ответственной должности и будем с них строго спрашивают а когда или если они не справятся и зараживать будем видимо недолго пришли быстро на проект за то что они будут делать его просто мы просто призовем их к ответу показать на деле что они разбираются поручим фронт работ ответственный участок и ну вот то что я сейчас сказал таких несколько вещей то есть допустим связаны с мусором со здравоохранением очевидно совершенно вещи еще не стала производительность труда но это для будущих когда выведет это то что понимают очень немногие кстати вообще получается вроде очевидная мысль что бороться с причинами они с последствиями даже это экономически выгоднее конечно разойдет это дешевле в дешевле до в сотни в сотни раз дешевле понимаете потому что а что что такое здорово образе нет и принципе пропаганда да что сколько стоит пропаганда до копейки по сравнению с любым этим томографом среда заезжайте этой больницы и так далее а допустим питание вот это вот современная магазина где там химии много что стоит ужесточить требования ну ну кто-то там прибыли меньше получит а он получит на миллион рублей меньше прибыли а на 100 миллионов меньше затрат на лечение это очевидно да что это экономический выгода то есть масштабов всей страны да потому что к сожалению к сожалению я просто думал об этом меньше чем масштабах всей страны эти вопросы не решаются начинаем будем решать в масштабах всей страны все вот так и а допустим то чего я уже о чем я говорю допустим там депутаты губернатора они вообще не понимают вот этого того чего говорю у меня много 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 вопросов много делал ежедневники мне надо много 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 наказал я вас утра до вечера занят идите вы нафиг ребята у вас там 400 сколько там 50 человек депутатов да ну примите поэтапную программу убирания значит это спокойно это уже сейчас две час наверное да остались остались самые вот примите поэтапную программу но и же надо вот как раз это надо подойти не скорее скорее сейчас мы примем вот этот закон а вот мы на пять лет у нас программа постепенного ведения из оборота вредной упаковки дата разработать эту программу принятие набор законов и далее набор законов принять наоборот умеешь и умеешь и число закон значительно в десятки раз сотни раз сократить число закон что куда вы их плодите кто это может прочитать переварить о смысле смой смысл понимаете происходящего когда количество законов все больше и больше и больше человек фактически он как этот как рыба в сети в сетях шаг сделать какой закон нарушил ты обязанных выполнять вы реально представляете себе как человек может такое количество закона выполнять как это лучше то есть это заведомо деятельность вредительская среди низких не человек чувствуете беспомощным не способным как бы соответствовать каким-то требованием набор требуем сделайте так чтобы но это опять-таки депутаты не поймут у них много работы им надо много законов принять это все что они понимают поэтому будут другие депутаты да я вас предупреждаю другие депутаты вот смотрите мое видео вот иначе вы не попадете в число людей которые будут принимать решение и другие губернаторы губернаторы ой губернаторы очень очень-очень на меня на него с теми кем я пообщался они просто я я вообще не понимаю как вот как не понимая там главное второстепенное все можно руководить регионом очень просто как губернаторы большинство губернаторов считают следующим образом а им нужно каждый день делать очень много-много дел и все это отображать своих аккаунтов люди видя что они много работают очень много всего посещают открывают ну поручают они думают вот это это работе мы бы пошли молодец вот у меня был там тираж рассылки 2 миллиона и я бы пошел по пути берет товарищи это все фигня много-много работает эта фигня где главная задача главное звено как говорил ленин до которой уцепив вытащить всю цепь можно всю цепь вытащить за одно звено вытащить если губернатор его не называет такого не избирайте этого полива пищу в пустыне я понимаю что люди не поймут поэтому от нас здесь сверху то потребовать сверху от губернатору чтобы они выделяли главное назвали его и сделали его значит или он его сделает или не молодец или нет или он выберет неправильное главное ну что ж значит ты ошибся но всем будет очевидно но салют это вообще лучше если человек все-таки выбрал главное ошибся чем тот который выбирает 115 пунктов добрый вы человек нет пусть выбирает главное не может сам пусть идет к тема выберет главное но пусть правильно выберет не конечно лучше чем не неправильно выберет правильно правильно потому что это как будто им как бы вот даешь возможность ошибаться в общем общем то говоря все просто но поймет как мы уже говорили вот это то что еще раз как 5 человек 5 человек ну нам достаточно ли все нам достаточно да у нас начался второй час нет еще я предлагаю тогда пока закончить и так а я думал что чашечку чая и пойти на второй час но не мы по на же сейчас да я сейчас одну мысль просто скажу и на режиме решим в этом видео листе даже хорошая о том что сейчас в основном что нам говорится в россии о том что надо жить богаче и сытнее больше материальных бак получать и так далее я имею ввиду сверху идет вот такая забота о граждан вот именно такая граждане должны жить материализм материалом у жуткий материал материализм это не изведение чем знаешь о чем отличается животное от человека нет юлинич животное это адепт материализм материализм а ну нет никаких высоких ценностей поэтому человек материалист он родится животным прям сразу минуя все жизни которые до этого жил ну конечно но если он такой махровый материалистом родиться живут больше это животное но некоторые животные как они становятся людьми они например собаки до собака может пожертвовать свою жизнь и жизнью ради человека то есть это не материализм ради чего дороги идеи какой-то да вот ради человека она понимает но не каждая на собака дома какая-то сбежит испугается трусливая собака значит она родится тогда кроликом или там сусликом мышкой и все ее будет жрать вот то есть соответственно материализм это человек который живет на уровне материализма с животное и мы говорим build и животными давайте мы будем больше качественно жрать у нас будет качественная одежда качественные диваны качественные дороги качественные услуги качественные услуги сервис вот я вот как вот бред какой то я не знаю это какой то такой притом что мы вроде бы у нас страна как бы говорит что у нас там христианства там еще что-то загляните хотя бы библию там вроде как говорят какие-то духовности да не только материальной ценности за существует по себе человек еще из душа помимо душа да там библии написано а тут до потребности души вообще отрицаются здесь я только материальный набор вот на деньги там раздать например вот вот типа вот сделали доброе дело да вот значит сказали что папа будет государство вот а в другой папа женщинам не нужен то есть фактически низвели мужчину из духовного существа низвели его до материального вот материальных благ то есть который он должен обеспечить все вот все что он должен дать никакого духовного начала его за мужчины якобы нет но по факту это женщины очень материально материалистичный и приземленные мужчины то хоть о чем-то думают высоко все-таки но это я предлагаю для будущих видео для муда для небольшой аудитории но истинных ценителей для пяти человек способных нас понять остальные могут писать свои комментарии которые мы будем игнорировать да не водишь большая просьба так игнорировать и комментарии игнорировать их комментарии никогда не как не реагировать на них но ты можешь так вот мысленно написал пускать вот ты придурок вот можешь мне даже сказать а им не писать потому что для них когда ты отвечаешь для них это как будто бы в а как будто ты что-то вот как бы он сумел добиться внимания они хотят на наше внимание для меня как дети вот которые не получают положительного внимания они как бы начинают хулиганить долегать а вот я сейчас напишу я очень задену а ты не задевайся а знаешь какой способ еще лучше какой они читать так можно просто отключить комментарии и они не смогут даже ничего написать не ну там как бы интересно чуть не пишет но можем конь секретаря поставить который будет просто удалять у нас больше у нас такой да будешь считать только положительные комментарии а мне про них рассказывать а я буду даже не читали вот поэтому пишите пишите спасибо юрий леонидович очень приятно было с вами побеседовать увидеть вас с вами как вот и так до встречи в следующих видео для умных людей хорошего настроения стратегов счастье ваших семью следующие видео для для стратегов не просто для умных для стратегов у меня это где по не так денег заработать это умный хотел сказать а глупые пришлют деньги но почему только глупые умные тоже пусть шлют деньги ссылку на финансовую благодарность мы разместим в описании к этому видео хорошему и вам по много ценных вещей искали которые вы не поняли конечно но мы-то их сказали поэтому их надо оплатить да спасибо и леонидович до свидания коллеги до свидания